Уважаемые зрители, представляем вашему вниманию результаты работы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции за минувшую неделю с 23 по 27 ноября. Председатель Агентства Олег Шпикпаев вместе с Министром экологии, геологии и природных ресурсов Макзумом Мерзагалиевым принял участие в заседании, посвященном вопросам профилактики коррупционных правонарушений в учреждениях экологического контроля водных ресурсов, геологии, лесного хозяйства и животного мира. В ходе встречи были рассмотрены результаты работы относительно ранее проведенных Агентством внешних анализов коррупционных рисков в Комитетах водных ресурсов, экологического регулирования и контроля лесного хозяйства и животного мира. Председатель агентства обратил особое внимание на необходимость повышения уровня открытости в проводимой работе, отметив, что сохранение и приумножение природных богатств – наша святая обязанность перед населением и потомками. Состоялась онлайн-встреча главы антикоррупционной службы с главой одного из самых успешных зарубежных ведомств, комиссаром независимой комиссии по борьбе с коррупцией Гонконга Саймоном П. Стороны обсудили опыт гонконгских коллег, позволивших кардинально изменить ситуацию с коррупцией. Алик Шпикбаев ознакомил гонконгских коллег с проводимыми в стране реформами и антикоррупционными законодательными инициативами. В свою очередь Саймон П. отметил успехи Казахстана в противодействии коррупции и реформировании государственной службы. Ведомства договорились о сотрудничестве в рамках обмена результатами аналитических исследований, обучающими мероприятиями и двусторонними визитами. На площадке агентства состоялась международная встреча Алика Шпикбаева с заместителем чрезвычайного и полномочного посла Америки в Казахстане Теодором Лингом и чрезвычайным и полномочным послом Королевства Нидерландов Андреем Карстенцем по вопросам сотрудничества в сфере противодействия коррупции. На встрече обсуждались совместные проекты и вопросы сотрудничества. Под председательством руководителя антикоррупционной службы состоялось совещание по реализации поручений главы государства по предупреждению и пресечению коррупции в ходе реализации мероприятий по борьбе с коронавирусом. На нем руководители соответствующих структурных подразделений доложили о проделанной работе, а председатель дал соответствующие поручения. В соответствии с принципом слышащего государства, председатель агентства в режиме онлайн принял жителей городов Нур-Султан, Алматы и дал соответствующие поручения по их жалобам. Первый заместитель председателя агентства Олжас Беккенов в рамках 9-го гражданского форума провел онлайн-встречу с представителями неправительственных организаций, где выступил с докладом о положительном опыте агентства в вопросах прозрачности работы и привлечения гражданского общества. По итогам встречи все предложения участников форума были доведены до сведения руководства агентства. В рамках проекта агентства Антикор Лайф состоялись онлайн-интервью в прямом эфире с участием заместителя руководителя республиканской специальной мониторинговой группы Завреш Баталовы, руководителя департамента агентства по Восточно-Казахстанской области Ерлана Жамарамбет, руководителя службы комплайнс акционерного общества Банк развития Казахстана Алмы Аймурзины, директора Центра мониторинга и экспертизы рынка Серегбека Ельшебекова. Всего во всех территориальных департаментах проведено 266 прямых эфиров с участием 212 внешних экспертов-спиктеров и представителей различных отраслей. Также в рамках проекта Антикор Ньюс состоялись онлайн-брифинги с участием руководителя департамента стратегии и оперативного управления Нурлана Жаксинбетова, руководителя республиканского проектного офиса Адалд Галага Толегена Байгулова, сотрудника Академии государственного управления при президенте Республике Казахстан Ержана Жарова на тему результатов работы колл-центра агентства Адалд Галага за 10 месяцев и об антикоррупционном комплайнсе. По инициативе агентства во всех регионах страны открываются сервисные акиматы для обеспечения открытости и доступности государственных учреждений, быстрого и качественного обслуживания граждан. На этой неделе открыты сервисные акиматы в Казыгурском, Шардаринском и Житсайском районах Туркестанской области. Кроме того, акиматы Казылкогинского района Атравской области и Жамбылского района Жамбылской области перешли на сервисное обслуживание. В рамках проекта агентства Адалкумек, предоставляющего бесплатную правовую помощь, в территориальных антикор-центрах проведено 336 прямых эфиров с охватом около 198 тысяч человек. Организовано 7 встреч, опубликовано 15 разъяснительных видеороликов. К Международному дню борьбы с насилием в отношении женщин руководитель проекта адвокат Айман Умарова организовала онлайн-консультации по вопросам бытового насилия. Кроме того, в связи с этой датой все территориальные департаменты агентства проводят тематические акции, правовые консультации по вопросам бытового насилия. Антикором завершено и направлено в суд уголовное дело в отношении трех руководителей профессионального спортивного клуба «Астана» и велокоманды «Астана Протим» по факту хищения 520 миллионов тенге, выделенных на развитие велоспорта. Еще один обвиняемый находится в Международном розыске, расследование в отношении него продолжается. Уважаемые зрители, вы ознакомились с недельными итогами работы агентства и его территориальных департаментов с 23 по 27 ноября. Специальный выпуск новостей будет опубликован на официальном сайте и на аккаунтах агентства в социальных сетях, указанных на экране. Спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok